Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Аут Атака Избасаров сам разыграл под удар Опять в ногу Халиулин теперь будет разыгрывать на капитана Данил Тухташев Не торопятся, не торопятся футболисты Юрфака Но понимают, что поначалу Поначалу соперники будут присматриваться друг к другу Вот есть первый удар Но это было не точно, это он даже заносил, что ли, своей ногой Здесь пошла контратака, ее можно дальше развить Менгалеев с мячом, надо отдавать его Освобождаться Здесь между ног он смог опрокинуть игрока Института Юридического факультета Но не получилось здесь перехват в центральной линии Свалили Алмаза Я, конечно, спорить с арбитром не хотел бы Но мне показалось, что нарушения не было Защитник просто сыграл на опережении Тем не менее, ситуация более-менее опасна Я думаю, будет все-таки передача, а не удар Достаточно далеко до ворот, практически центр поля Да, это передача на параллельный фланг Хорошая диагональ, даже верхом мяч летит, но... Но Алмаз не смог завершить эту перспективную, можно сказать, атаку Я думаю, набросы верхом в мини-футболе Это не самая общепринятая, скажем так, практика Здесь все-таки чаще... Низом через центр? Низом через любую часть поля Вот сейчас перехват хороший, но сразу же защитник вырастает перед игроком Потерял и сразу же включился в отбор Прям так, как надо Вот здесь хороший отбор был Не получится, потому что трое против одного Свистеть арбитр не стал Мяч остался у тех, кому и должен принадлежать Ванди Юрфака пока, пока они с мячом чаще И я думаю, это, наверное, справедливо, потому что Они не спешат с ним торопиться Не спешат с ним торопиться, расставаться Прошу прощения Не зря ты вчера сходил на матчах Барса Безусловно Набрался опыта у Зухры, у Расбахтиной Пошла атака института физики Данил Тукташев ее сразу блокирует Нам не очень хорошо видно то, что происходит на ближней бровке Ввиду того, как построены комментаторские позиции Но мы надеемся, что у вас в картинке, в трансляции все очевидно А вот разыгрывают белые, как говорит судья А так продолжаем Бенгалеев сейчас очень опасно на самом деле играл Пока, пока не клеится Убеги он дальше, убеги он дальше После такой передачи Я бы уверен, ворота бы атаковали по полной программе Ну, к Ренату можно, наверное, уже начать предъявлять претензии Потому что пока игра у его команды не клеится А он, как ее мотор, как двигатель, лидер и ветеран Наверное, в этом более всех повинен Но пока счет 0-0 Претензии все эти безосновательны Прострел будет, удар Ну, кажется, никто меча не коснулся Я думаю, такому удару аплодировать особо не стоит Пока, пока ищут команды способ Проникнуть к воротам соперника Наверное, все-таки стоит ждать какой-то ошибки Передача, диагональ хорошая Но технически Есть огрех Потеря, удар Какой же неточный Вот первый более-менее осмысленный, опасный момент мог бы быть Никита Куцарев его исполнял Что самое интересное Мы обычно привыкли наблюдать за тем То, что институт физики в первых минутах уже сразу забивает А уже 6 минут первого тайма прошло Да, время достаточно быстро летит Я бы не сказал, что уже 6 минут Но вот сейчас Менгалей отлично сыграл Прокинул, пробросил Устранил угрозу у своих ворот И будет аут Пока что-то физики Поприсели к своим воротам И это должно быть Не очень хорошо для них Не близки они к тому, чтобы при перехвате Действовать в опасных контратаках Вот сейчас можно Можно уйти, можно Можно два в одного Разыграют, нет? Нет, ошибка Ошибка от Рената Менгалеева Пошла контратака от юридического факультета Но он сам забудуется в своих ногах Данил Тукташев сейчас Ну вот то, о чем я говорил Ренат Менгалеев мог бы распорядиться мячом Чуть-чуть более правильно, точно Но что-то не то с капитаном Да, проблема всех суперкубков Которые вообще имеются в мире Это то, что он начинает сезон И то, что до этого у команд Особо-то и не было игровой практики Ну, я не соглашусь с тобой Все-таки у нас игроки не профессионалы И для них ход сезона Он практически бесконечен Удар-поворот Ильдар Халиулин наносил Ну так вот Здесь нет цикла сезонного Футболисты, безусловно, все лето играли И несмотря на то, что в университете были каникулы Они явно были заиграны в каком-нибудь КФЛЛ Как вариант А может быть и в чемпионате Татарстана Поэтому о растренированности говорить не стоит Да, вот вопрос сыгранности здесь возникает Но пока, пока Юрфак ее демонстрирует Потому что игроки раз за разом могут находить друг друга передачами Это у них получается Азы есть А вот у физиков не клеится Ну и вот опять потеря Удар Нет С внешней Могло показаться, что мяч в сетке Но удар неточным оказался Опять подкараулили футболисты Юрфака соперника на потере Тут потихоньку начинает просыпаться фан-сектор Юрфака Надо было бы раньше Потому что столько моментов уже было у юридического факультета забить И открыть счет в этом матче А фан-сектор просыпается только сейчас Но это в целом хорошо, что команду поддерживают Я думаю, улыбка Алмаза из Басарова Говорит вам о том, что он одобряет это решение трибун Но это нельзя не одобрять Да, 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 ребята, вы правильно все делаете Правильно все делают и футболисты Юрфака Пока что на поле именно они чаще владеют мячом Вот сейчас неточная передача Ошибка Казалось бы, на ровном месте Никто не опекал ни того, кто отдавал Ни того, кто принимал Но потеря от этого команды не застрахованы Сезон начинается Я как будто бы противоречу своим словам Но я продолжу свою мысль Несыгранность сейчас нормально А вот отсутствие спортивной формы Оно вызовет вопросы Все-таки только что закончилось лето Самый, наверное, футбольный сезон в нашей стране Футболисты должны быть готовы Если не на все 100 То хотя бы процентов на 80 Поджимают сейчас игроки юридического факультета физиков К своим воротам ближе Но физики пытаются все-таки уйти У него получается пройти Фул должен быть А по-моему они друг другу помешали Нет, один сломал другого, а его сломал третий Там уже не разберешься Может быть мы увидим момент этот в повторе И там будет чуть-чуть более понятно Честно говоря, я и здесь не могу разобрать Но мне казалось, что фул был По крайней мере игроки останавливаться вот сейчас Чтобы заработать фул Вряд ли бы захотели Выходить двое в одного В матче, где у тебя не было по сути ни одной атаки Ну а зачем разменивать это на фул В принципе не особо-то и близко к воротам Ну да, ну и сейчас нас ждет штрафной удар Первый стандарт Айнас Хроматулин к мячу подходит Я думаю будет разыгрывать Но можно и пробить Все-таки мини-футбол-спорт такой Достаточно непредсказуемый Здесь сложно решить Бить будет Удар и прям в стенку он попадает И контратака сразу должна начинаться У юридического факультета Здесь Данил Тукташев как мог контролировал мяч Но Алмаз из Басаров не успевал Он как-то медленно слишком бежал На чужую половину поля И здесь перехват уже от института физики Да, можно сказать, что Данил передержал мяч И именно из-за этого Да, не в том дело, что Данил даже передержал Посмотри, как бежал Алмаз в штрафную площадь Когда Данил уже около ворота Ему отдавать некуда Алмаз Возможно Очень медленно туда идет Все-таки ты смотрел за человеком, который перемещался и открывался Или не открывался под этот мяч А я смотрел на эпизод, где находился снаряд вместе с капитаном команды Юрфака Градус игры у нас только повышается Толчков уже становится все больше и больше Но пока нет жестокости Отличная передача! Ну и не попадает! Это самый-самый опасный момент в этом матче Прекрасно, прекрасно разыгран мяч Капитан Данил Тукташев сейчас помогал Алмазу из Басарова Прекрасно отдал в касание Но тот ворота с левой ноги не попал Фол должен быть Да, это... Это явный фол Да, и это, наверное, будет желтая карточка Да, это желтая Все-таки остановил он его с нарушением таким явным И, в принципе, знал, наверное, на что шел Все-таки с места ускориться Алмазу из Басарова бы не получилось Так, как уже разбежался Рамис Галимзианов Фол, штрафной Наверное, вот именно в таких контратаках И в штрафных заработанных на этих, повторюсь, контратаках Шанс команды физиков прямо сейчас Потому что, ну, не клеится у них контроль мяча Судья показывает, что разыгрывать надо по свистку Свисток есть Держу розыгрыш Удар будет Да, напрямую решил бить Но это было достаточно далеко Поэтому рассчитывать на какую-то опасность не стоило Угловой уже неплохой выход из этой ситуации для команды физик Да, тем временем уже у нас остается ровно 9 минут до конца первого тайма Играем 2 тайма по 20 минут Здесь опасный момент был Я бы не сказал, что опасно после Ну, один из опасных Вот сейчас могут уйти в контратаку По сути, продолжить свою атаку Институт физики Все правильно сделал защитник Какая-то чехарда там началась Все правильно сделал защитник Выбил мяч в аут Вратарю Отдавать было уже Опасно Удар Вратарь Вратарь парирует Забирает себе мяч Выкидывает сразу Прекрасно Ну, атака И что? Штанга! Господи боже мой Какой хороший момент У одной команды Надо сразу, 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 сразу ударить Вот за таким футболом Интересно наблюдать Прекрасно, прекрасно Одна атака резко сменилась Другой Вот такую игру Наблюдать действительно стоит Это не то, что было на первых минутах Но к ребятам вопросов никаких нет Как я и говорил Поначалу будут вкатываться Вот сейчас уже все Активные, разгоряченные Готовы показывать Действительно лучший свой футбол Держат мяч сейчас игроки Института физики По правому флангу Пытались они пройти Но не получилось Ну, сейчас Попробовал Мансур Прокинуть мяч И оббежать соперника Как будто поиграет большой футбол Площадки не хватило Тут Таша здесь хорошую передачу в центр дал тем временем Алмаз пытается отобрать Но Алмаз что-то как-то грязновато играет Уже второй раз останавливает игру по его вине Доказывает арбитром Алмаз из Басара Что вот, смотри, сыграл мяч И мяч остался у меня Но непреклонный рефери И, в принципе, такую позицию должны занимать Удар Мощный удар от Рената Мингалеева И атака пошла Хорошая атака, 3 в 2 Удар будет? Нет Да, пока, пока В этот раз не получилось Но время есть Пошла атака от Института физики Очень опасный близость от ворот Но замешкался он там Он замешкался С острого угла Можно было попробовать закатить мяч уже в пустые В опустевшие ворота Воротарь был обыгран Не получилось Физики с мячом Отличный розыгрыш углового Это 1-0 Это 1-0 Ветеран Института физики Ренат Мингалеев забивает этот гол Вот так Ничего по сути не предвещало к тому, чтобы именно Ренат Мингалеев забивал Но какой прекрасный розыгрыш у главого Открылся Давай посмотрим повтор Да, это было идеально Я вообще никто не заметил Его просто не успели Закрыть Защитники, которые расположились Так называемо Зона 0-1 И пошла атака юридического факультета И контратака может быть Института физики здесь Два в одного они в принципе могли обыграть Но я не понимаю, почему он начал замедляться в чужой половине поля Я думаю, он искал партнера для передачи Потому что мяч уже вместе с ним сместился на фланг Оттуда уже атаковать самому и смещаться это достаточно долго Соперники в любом случае прибегут и накроют Вот сейчас очень хорошо было И хорошо будет Контратака Алик Шейстепанов выходил уже практически один на один И его в коробку взяли Какая хорошая игра у нас сегодня Под стать статусу Супер кубок Была попытка атаки сейчас со стороны юридического факультета Евгений Ощепков пытался ее завершить Но мяч пошел по абсолютно другой траектории Вот именно то, о чем я говорил Ренат Менгалеев У него не получалось в игре в пас, может быть Но один момент, одно подключение в атаку По сути, он в атаку-то сбегал, наверное, первый раз за игру И сразу на тебе гол Причем гол такой качественный Видно, что это, ну, если не наигранная комбинация То, как минимум, хорошее голевое чутье Тем временем у нас пошла еще одна атака От юридического факультета Данил Тукташев раскидывал игроков Института физики Направо и налево Вышел ближе к центру Ударил поворотом Но замкнуть этот удар ни у кого не удалось Ну что же с передачей Здесь опять по тому же сценарию Получается, это был Данил Тукташев и Никита Куцарей Вдвоем они никак не могут Вот третья попытка пошла Штанга снова И вот здесь уже штанга Близки, близки представители Юрфака К тому, чтобы счет сравнять, но Но не везет пока им Откровенно говоря, это не везет Тайм-аут тем временем берут у нас Представители одной из команд По-моему, юридический факультет, скорее всего, берет тайм-аут Есть ценные указания от представителей команды Сбровки Которые видят все то, что у команды не получается И обязательно об этом подскажут Ну, в целом, 15 минут матча, даже 16 минут мы уже посмотрели Что скажешь? Наверное, счет 0-1 Не в полной мере отражает то, что происходит на поле Но кто забил, тот молодец С этим спорить нельзя И если команда Юрфака своими моментами не воспользовалась Хоть и создала их достаточно большое множество То физики один из немногих эпизодов Прекрасно реализовали Поэтому на 1-0 Да, 1-0 Хозяева у нас все-таки физики номинальные Я повторюсь И они ведут закономерно Отбор сейчас у Юрфака Я думаю, этот должен быть фолл И может быть даже желтая карточка Но нет, судьи так не считают Судьи лояльны сегодня относятся к игрокам Но кроме Алмаза из Басарова, которому горчичник уже подарили Ну, я бы сказал, что там фолл все-таки Ну, очень очевидный И было очевидно желание футболиста остановить соперника Именно вопреки правилам Вот именно он и будет бить сейчас штрафной Удар, мяч возвращается ему уже Стенка из одного игрока сработала Это хорошо прозвучало сейчас Никита Куцарь отдал сейчас мяч на Данила Тукташева Тукташев играется с Басаром Дальний удар поворотом И вратарь на месте Хороший сейф Вратарь показал защитникам, что я абсолютно ничего не вижу Ребят, вы либо блокируете, либо раступитесь Но раступаться они точно не собираются Угловой разыгрывает Юрфак сейчас Мяч у Данила Тукташева Дальше на Никиту Куцаря Никита пытался сохранить этот мяч Но ему не дали игроки Института физики это сделать И свисток Начали представители Юрфака Мельчить в передачах Все короче и короче пас И ни к чему хорошему это на самом деле не приводит Потому что длинные диагональные передачи Хотя бы выматывали соперника И заставляли его перемещаться справа налево Слева направо Сейчас передачи все-таки С оглядкой на уровень футболистов Проходят далеко не все Вот как это, например Поэтому С этой передачи как-то совсем не удалось Думаю, стоит футболистам В черных футболках Задуматься над собственной тактикой И попробовать открываться под длинными передачами И попробовать ее придерживаться еще, скажи, да? Тукташев классно возит соперника здесь Дает передачку Удар блокирован Вторая попытка сейчас будет у юридического факультета Создать Атаку, которая принесет результат Ой-ой-ой, какой же умница! Вот она, вы посмотрите, что он делает! Как он это сделал? 1-1 Данил Тукташев сравнивает счет в этом матче Давайте еще раз посмотрим Раз просто выкинул вратаря Со своего пути И поразил он эти ворота Отличаются капитаны обеих команд Их лидеры Я думаю, этот гол команда Юрфака заслужила Вот то, о чем я говорил Две длинные передачи Проход по флангу, смещение Ну, тут, конечно, основная заслуга В дриблинге Данила Тукташева Он сыграл, ну, очень классно И как он убрал вратаря Это заслуживает похвалы Сейчас Данил попросил тайм-аут взять Но, я так понимаю Его все успешно проигнорили На скамейке, я думаю, с ним не согласились В общем-то, у команды все неплохо идет Счет сравняли Посмотрим, что будет дальше Длинная передача вверхом Не получилось зацепиться за снаряд Команды физиков Но вот опять После забитого мяча Они подсели Не было ведь ни одной атаки у них На ворота соперника После того, как угловой был реализован Но выстраиваются в обороне В квадрат они очень грамотно Организовано Один раз позволив сопернику Через себя пройти И вот сейчас, пока ты это рассказывал Была еще одна атака по левому флангу Ее также возглавлял Данил Тукташев И за 18 секунд до конца первого тайма У нас очередной тайм-аут Да, и вот все-таки к Тукташу прислушались Взяли тайм-аут Именно Юрфак его инициировал Осталось 18 секунд до конца первого тайма Счет 1-1 Институт физики открыли счет в этом матче Первый гол забил Ренат Мингалеев Далее у юристов Гол забил Данил Тукташев Тем самым сравняв счет в матче Мне кажется, этот тайм-аут, наверное, не имел за собой никакого смысла Ну, вряд ли ведь что-то в матче произойдет за 18 секунд Я буду рад оказаться неправым Вдруг кто-то решится на взятие ворот Близки, конечно, к этому в связи со стандартом Юристы Ну, это будет очень интересно посмотреть Так, угловая юридического факультета 5 метров против судья для защитника 5 метров есть, разыгрываем Передача Очень сильно назад из басаров Показывает, куда открываться Остается у нас всего-то навсего 10 секунд Ну, это уж так Удар ради того, чтобы спокойно уйти На перерыв Итак, первый тайм подошел к концу Счет 1-1 Ничья Но стоит сказать, мы достаточно красивый и яркий футбол наблюдаем Даже несмотря на то, что команда Института физики Периодически просто опускается в глухую оборону И не всегда включает контратаки Тем не менее, футбол интересный И, что самое важное, голевой в исполнении обеих команд Это да Ну, а сейчас мы отправляемся на Бровку Где будет интервью Рената Менгалеева Менгалеев, автор первого забитого мяча в этом матче Ренат, скажи, чувствуется ли нервозность первого матча сезона? Конечно, чувствуется Ребята еще не готовы Не было тренировок Мы пока физически неполноценно готовы Поэтому тяжело играть И все нервы, неточные передачи из-за этого происходят Ну, идет борьба Две равные команды И надеемся, что это 1-1 Посмотрим, что будет дальше, пока такая равная игра идет Ренат, лично ты играешь без замен Весь первый тайм Тяжело ли? Не стоит ли тебе поменяться, чтобы сэкономить силу на оставшуюся концовку? Ну, конечно, тяжело без замены играть Но пока нет вариантов замен Приходится играть Экономить силы Играть сзади Я много вперед не бегаю Поэтому играю на пол силы То есть экономлю А так Тяжело, конечно, тяжело без замены играть Очень тяжело Спасибо, не буду отвлекать Удачи Считает Ренат Что игра равная Наверное, счет с ним согласен А ты, Ром? Я тоже думаю Так же, как и Ренат Так же, как и ты И я согласен То, что без замен На самом деле Очень тяжело играть Если мы вспомним Прошлый матч за Суперкубок Где играл Набережно-Челнинский Институт Казанского федерального университета Против Институт социально-философских Ну, к массовой коммуникации И с ним тогда играл без замен Денис Давыдов пытался Вывести этот матч Но у него ничего не получилось Зато он сейчас прекрасно Вывез включение Денис, тебе большое спасибо То, что ты смог взять интервью У Рената Мингалеева Вот так вот у нас Футболисты Конвертируются в журналистов И наоборот Ну, а мы пока смотрим Это ты про себя сейчас наоборот? Да, безусловно Я про себя Самый главный футболист Казанского федерального университета Не могу попасть по мячу Больше одного раза в минуту Звоните 8-920-1 С чем-то Я помогу вам в этой игре Ну, а сейчас мы наблюдаем За творческим номером Который подготовили девушки Из, насколько мне известно Это фитнес-аэробика У нас, как всегда, любят они выступать Во время спортивной трансляции Давайте сейчас посмотрим Насладимся этим Затем продолжим наблюдать За таким прекрасным мероприятием Как Суперкуба Казанского федерального университета По мини-футболу 2019 года У нас еще одно прямое включение сбровки Давайте послушаем Эльдар Халюрин Один из главных атакующих футболистов Юрфака Эльдар, скажи, пожалуйста Насколько тяжело пробивать Такую сильную оборону В составе ФИСФАКа? Пока, конечно, тяжело И сейчас зарядим пушки свои И пробьем Давай, удачи, Эльдар Ну пушка зарядит так пушкой Посмотрим, получится у него это сделать Во втором тайме Или нет? Остаются секунды до начала Ну, 59 секунд, если быть точнее До начала второго тайма Судья уже в центре поля Готовится Пока у него все в принципе под контролем Это был, я повторюсь, на явную желтую карточку Второй тайм Второй тайм нам будет разыгрывать Удар на удар головой Хроматуллин принимал мяч на себя Оборонительными действиями Вот смотри, обрати внимание Одна команда действует Так называемым ромбом А вторая квадратом И судя по разнице в счете Даймонд Лучше Какой прекрасный гол Что он творит? Ну что делают эти ребята? Я хочу сказать В духе Маслаченко Это пижоны Это самые настоящие пижоны Ты видел, как он это делал? Это прекрасно Он просто сел спокойно перед рутелем Типа, братиш, я тебя забью Ты тут не против Нет, этот гол Я бы, наверное, номинировал Название гола матча Гола суперкубка До 2019 года Снова отличился Алмаз Избасаров Дубль теперь у него на счету А Институт физики Просто в шоке Пытается как-то хотя бы забить В свой второй гол Здесь проход От одного фланга к другому Алмаз с ленточки Сейчас выносит этот мяч Пошла контратака Сейчас от юридического факультета Герой нашего времени Избасаров не торопится Поддерживать атаку своей команды Он ждет контратаки И вот сейчас оказывается На позиции центрального защитника Какое прекрасное возобновление Игры в исполнении Одной из двух команд Это да Ай, здесь, к сожалению Не получилось нормально Ильдару Халиулину отдать пас Потому что там никого не было Я думаю, он пытался, наверное Перебросить вратаря И в свои Пас в ворота соперника Это явно был пас Это явно был пас Мнение твое Я с ним вынужден не согласиться Ладно Тем временем Институт физики у нас держит мяч Прорываются они по левому флангу Но там уже все Там слишком много ребят Из юридического факультета Просто заблокировали Приходится отходить назад На Рината Менгалеева Но мне вот это нравится В исполнении команды юрфака Они ведут сейчас два мяча И не собираются Только лишь запирать свои ворота Перестав контратаковать Как это сделали, кстати, физики После своего забитого мяча Атакующий футбол Самое зрелищное Что можно придумать А на то, как автобусы стоят Мы можем посмотреть Где-нибудь в автопарках, например Но не на футбольном поле Штрафной институт физики Удар Не точно К сожалению, мяч уходит Очень далеко от ворот Павел Погребняк Такие действия одобряет Так, юрфак начинает свою атаку Здесь Данил Тукташев бьет поворотом Вратарь на месте Пошла быстро Ответка от института физики До центральной линии И Айнас Храматуллин Не смог сохранить мяч у себя в ногах Юрфак вновь начинает свою атаку Здесь ошибка Здесь Алексей Степанов Смог вовремя поставить ногу И как вот это обидно было Как это было сейчас обидно Когда просто мяч проходит В миллиметре от штанги Да, можно было реализовать этот выход Угол был не то чтобы острым Да и вратарь по сути Никакого действия совершить-то не успел Но мяч улетел В сторону от штанги Причем не в нужную Юридический факультет Начинает очередную свою атаку Данил показывает всеми Не Данил, прошу прощения Никита Куцель всеми руками и ногами Показывал то, что он был открыт Данил Тукташев не смог вовремя Отдать ему мяч обратно Да, Никита сейчас будет открываться Стараться помочь своей команде в атаках Потому что он только-только вышел на поле В этом и во втором тайме И здесь Ах, вот это реально обидно Но хотел красиво сделать Данил Тукташев Связка Тукташев-Куцель пока что не работает Сегодня в матче А здесь Желтую карточку получает Ренат Менгалеев Да, он остановил соперника с фоллом С фоллом очевидным Но я бы, наверное, не стал Давать здесь желтую карточку В принципе, в нашей игре Сажать футболистов на карточки Ну, наверное, не имеет смысла Потому что Идет игра Не заруба Что очень сильно радует Менгалеев На Хурматульна попытался Тукташев Перехватил этот мяч Да, прекрасное действие от капитана Одной из команд сегодняшних Наверное Вот именно он И Алмаз из Басаров Если матч завершится именно с таким счетом Будут номинированы На звание игрока матча Но Тукташев продолжает Отрабатывать в обороне Подкаты, выбивания мяча Но это же Это хай-класс Здесь не поспоришь Мяч у вратаря Сборной института физики Не побоялся опять Тукташев Пойти на мяч головой Да, это опасная игра Свистнул арбитр Хотя я вот Сейчас не соглашусь Парень, парень, полегче Полегче Начало сезона только Я не соглашусь с тем, что это опасная игра Потому что футболист тянулся Да, к мячу Высоко поднята Была нога Но Защитник Выскакивал у него из-за спины Он не мог увидеть этого момента Того, что он по сути летит Ногой ему в голову Что сейчас будет? Желтая карточка Взял мяч в руки За пределами зоны Вратарь И это резонное предупреждение Штрафной Хоть и близко, но С очень острого угла Разыгрывать будут? Я думаю, что разыграют А потом пробьют Потому что Данил Тукташев показывает То, что он открыт Но Угловой Эльдар Холиолин не стал делиться С этим Этим мячом С Данилом Не угловой здесь будет А, угловой все-таки показывает Да, мне показалось, что угловой Потому что касание мяча Игроком команды физики Все-таки было Ладно Куцарь у мяча Просит 5 метров для защитников Они стоят на необходимом расстоянии Розыгрыш Передача будет сейчас, наверное В принципе, сейчас уже Юрфаку можно начать Тянуть время Хотя Его еще Достаточно много остается Но Два мяча Очень хороший задел По сегодняшнему матчу Заметь, вот сейчас Вот за последние минуты 3-4 Мы очень часто видим В центре внимания Именно судью Но фолы есть Да Фолы Я вот к этому и веду То, что фолом стало все больше За исключением одного Фолы все чистые Все на месте Все есть Чистый фол Это Хорошая фраза Здесь будет удар наноситься Но слишком высоко Да, очень не точно Видимо, мяч на ногу не лег Ну и с улыбкой воспринимает этот эпизод Ильдар Хлюллин И здесь переход Будут еще у него моменты И добивать можно Не получается Вот именно он же Сейчас мог забивать Но вратарь стал На пути Все все сделали так, как надо Разве что мяч в ворот не залетел Но пока Пока С очередной главой И здесь Данил Тукташев Попытался Сравняться По голам С Алмазом С Басаровым Не близки пока физики К тому, чтобы сократить Отставание в счете Нет у них атак Осмысленных атак Нет тем более Вот сейчас Длинная передачка На Айнас Захурматулина Айнас Попытался кому-то Из своих отдать мяч Но там никого не было Прекрасная атака Успей И здесь пошла Ну же Вот юридический факультет Сейчас По-настоящему проснулся Каждый момент Пытаются реализовать Каждый момент Они хотя бы доходят До штрафной площади Институт физики У штрафной площади Юридического факультета Был уже давно Передачка будет Ну что же это такое Надо было бить Не своей правой А все-таки той Которой В эпизоде было удобнее Левой Можно было забивать отсюда Наверное Самый опасный момент После забитых мячей Мы сейчас наблюдали Никита Куцарь стал его автором Этого опасного момента Я думаю Все-таки автором был Тот, кто выполнял передачу А он Виновником того Что эта передача В гол не конвертировалась Так будет правильнее сказать Но Институт физики у нас Попытался сейчас Вернуться в игру Не получилось у них Это сделать Из басаров Просит на себя Сейчас еще одну Передачу верхом Говорит Парни, давайте бросайте Я их перепрыгну Опять Игнорирует партнеры Ну да ладно В счете они пока ведут И им можно Совершать Не все действия Правильно Останавливает Очередную атаку Соперника Данил Тукташев Он наверное Выполняет Ну наверное Самый большой объем работы По сегодняшнему матчу По крайней мере Лично для меня Его участие в игре Наиболее очевидно То есть почти В каждом эпизоде Он включается Либо в отбор Либо в атаку Своей команды Это Фрэнк Лэппорт Юридического факультета Диспетчер Юрфака Сердце Юрфака Капитан Юрфака Да Но благо Мы не видим На этом матче Таких разгромных счетов Которые мы видели В Еврокубках Ты решил конечно Вспомнить Давай не будем Давить на больное Российскому болельщику Поздравляю болельщиков Локомотива с победой 2-1 Над командой Пайер Да Это безусловно Достойно внимания А вот Разгромные поражения Я все-таки считаю Вспоминать лишний раз Не стоит Было Было Забыли Проехали Вспоминается сразу Кричалка Болельщиков Каи Которые обычно кричат Обидно Досадно Ладно Ладно При любой ситуации Даже если команда ведет Обидно Досадно Физру закроют Только два занятия А не три Ладно 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 Юрфак сейчас С мячом Пытаются они Разыграть удар И здесь Просил Просил пас Сейчас Евгений Ощепков Свеженький Вот ему бы Сейчас отдав Передачу Ну можно было Рассчитывать на гол Потому что ворота Были бы уже пусты Вратарь был бы Действительно отыгран Он подающий Решил Действовать самостоятельно У него есть на то право Удар все-таки был в створ Поэтому ошибкой Наверное Это считать нельзя Тем временем Чисто сыграно Алексей Степанов Не дал убежать Игрокам Юридического факультета К своим воротам Задержал их На некоторое время Пока у нас такая Небольшая пауза В игре Именно что касаемо Острых ситуаций Каких-то Ну да Вот Был Меньше минуты назад Эпизод Где можно было И в пустые ворота Мяч забивать Но все-таки Были ситуации И поинтереснее В игре Силы заканчиваются У футболистов И замены пошли Сейчас уже Не самым оптимальным составом Играют Представители Юрфака Но Замечу Что на поле Остаются Данил Тукташев И Алмаз Из Басаров Оба автора мяча Наверное Все-таки Вот эти Люди Системообразующие И определяющие Для своей команды Если уйдут с поля То Будет Наверное Уже не так Качественно Абсолютно с тобой Соглашусь Потому что сейчас Был пас От Данила Тукташева Как раз на Алмаз Из Басарова Который Не смог дальше Нормально провести Свой момент И здесь Институт физики Выбивает мяч в аут Нисколько Мне даже показалось Там какой-то мини конфликт Что ли Был У Айназа Хурматулина С Селимом Бекировым Я нисколько не умоляю Заслуг футболистов Другой конфликт Ну что Есть 4-1 Это Селим Бекиров 4-1 Прекрасный мяч И сейчас Кто Кто отдавал Голевой пас Это Данил Тукташев А забил Гол Селим Бекиров Друзья 4-1 В этом матче Уже 4-1 За 7 минут До конца Этой встречи Я думаю Это Ну если не приговор То Очень близко к этому Потому что физики Наверное К мячу были Не так близки Как их соперник Просто посмотри После четвертого гола Видно Вот просто Надо увидеть Вблизи лицо Рената Мингалеева Который уже злой Просто от такого Счета Ну конечно Нельзя не разозлиться И вся команда Это подхватывает И пытается все-таки Какую-то борьбу Навязать Но эта злость Она должна быть Все-таки спортивной И спортивная злость Это именно то Что красит футбол Этой команды То что если она заведется Пойдет Пойдет все круче Чем есть на самом деле Пока получается Ведь не очень хорошо Я думаю Сам Ренат Со мной согласится Прекрасный розыгрыш Играют они С вратарем Передача длинная Ну вот здесь Ренат бдит Такие передачи Уже проходили Здесь он ей Пройти не дал Да А вот на свою передачу К сожалению Не успел Слишком сильно Его партнер В команде А именно Мансур Дугулов Сыграл сейчас Слишком сильно Он отправил мяч На Рената Венгалеева И тот ушел в аут Не будут уже сейчас Явно футболисты Юрфака торопиться И вот такие передачки Вперед Здесь можно Зацепиться Потолкаться Побороться Угловой Удар будет Не будет удара Но мяч остался у него Заметь Да Он зацепился за снаряд И молодец Прекрасно Прекрасно Продолжает атаку Сейчас Данил Тукташев Отдает передачу На своих Здесь Технический брак Не позволил Наверное Увеличить преимущество Здесь Эльдар Холиулин Растерялся По-моему Немножечко он растерялся В этом моменте Тукташев Опять с мячом Начинает разыгрывать Все Все позитивное Что есть в атаке Команды Юрфака Последнее время Связано с Тукташевым И он начинал эту атаку И сейчас 5-1 Но я думаю Это как говорил Фанат Спартака Похороны Потому что Счет 5-1 Евгений Ощепков Открывает Счет своим голам В этом матче Счет 5-1 5-1 Тут он уже не имел Права промахиваться И две такие Прекрасные передачи И Данил Тукташев Начинал эту атаку Своей Ну Все Все Клеится И все Так как надо Получается У футболистов Юридического факультета А вот У института физики Как-то Грустно Все получается Данил Тукташев По-моему Просит еще один Тайм-аут Но его опять Игнорят На самом деле Не болеют Болеют за команду Института физики Это да Хозяева Одно из двух Высоток КФУ Пока Не на высоте К сожалению Перехват от Данила Тукташева И здесь Сразу же В атаку Стремится Искак Такие Временные Промежутки Вполне Подпадают По то Чтобы Четыре мяча Отыграть Но Предпосылок В игре Института физики Я к сожалению Не вижу И наверное Это очевидно Каждому Из наших Сегодняшних Телезрителей И Зрителей Которые смотрят Трансляцию Через интернет Потихонечку Игра Просто движется К наградам Которые будут Вручены Команде Юдического факультета Но не только Суперкубок У нас друзья Будет в этом году Уже 25 сентября Друзья В шоуруме Казанского Федерального Университета Мы для вас Проведем Жеребьевку Следующего Кубка Следующего Розыгрыша Кубка Казанского Федерального Университета По минифутболу Где команда Института физики Как они победитель Прошлого сезона Стартует сразу же С одной четвертой финала Да это очень хорошая Фора для команды С одной стороны Но с другой Это не даст им Возможности сыграться В той же мере Как и Футболистам соперника У нас Замена вратаря Вратарский свитер Смотрите На ком Ну это После такого действия Это легенда Казанского Федерального Университета Ренат Менгалеев Становится В рамку Ну надо идти ва-банк Четыре мяча Очень много И наверное Слишком много Для двух минут И двадцати секунд Которые остались Здесь тактика такая То что он больше Полевой Ну да Безусловно Команда снимает Вратаря И вместо него Сейчас играет Полевой игрок Все то Как и должно быть В случае Если твоя команда Проигрывает в концовке Матча в минифутболе Все резонно Держат мяч сейчас Игроки Института физики Между прочим Замена вратаря Произошла и в воротах Команды Юридического факультета Но здесь Наверное Голкиперу Придется стараться Недолгий промежуток Времени До конца игры Остается Да чуть больше Полутора минут Знаешь Если бы в ворота Встал я Я бы просто физически Не успел бы пропустить Столько мячей Сколько нужно Физикам Не льстите себя Александр Да Да Хорошо Я бы смог пропустить За минуту Четыре гола Но это будет зависеть От моих партнеров Все-таки Юрфак Действует Организованно Сейчас То что нужно Да и контратаки В принципе есть Можно и шестой Засунуть В пустые ворота Почему бы и нет Не хотелось бы конечно Потому что Счет 5-1 Это Очень Очень много Обязательно Больно ударит Это по футболисту Института физики Но я думаю Не стоит отчаиваться Соревнования на этом Только Только Начинаются Последняя минута матча Тем временем У нас начинается Александр Последняя минута матча И за это время Четыре гола Ну реально Нереально Точнее Удар вратаря Не в створ Пустых ворот Поэтому счет 5-1 Продолжается Просто я думаю Если сейчас Будет счет 5-2 Будет уже Ну чуть-чуть Более справедливо Это что ли Потому что Ну Ну неплохо ведь Играли физики Да Во втором тайме Моментами Проседали И ошибались Пускали соперника Но Здесь Искак Вафин с мячом Его блокируют Сразу вдвоем Игроки Института физики Сам хотел пройти Ну Не получилось Такие проходы Очень много времени Сжирают у игры Именно то Наверное и нужно Команде Юрфака Здесь попробуют Дальним ударить Не успел До пустых ворот Добежать Три секунды Остается Одна И Команда сборной Юридического факультета Становится Победителем Суперкубка Казанского Федерального университета По минифутболу Ребята заслужили Ребята молодцы Ну и Ром Наверное стоит сказать Пару слов благодарности Сборной института физики Абсолютно верно Им надо сказать Слова благодарности Большое спасибо За красивый футбол Который они показывали нам В кубниках фу Ибо если бы они там Красивый футбол не показывали Мы бы здесь бы их и не увидели Ну я и за этот матч Скажу ребятам Большое спасибо Отдельно Ренату Мингалееву Он сегодня Старался за семерых Вот сейчас он подгоняет Футболистов Встать в строй Поблагодарить соперника Ренат Огромный молодец Вся его команда Тоже Но сегодня К сожалению Триумфаторы парни Не вы Поздравьте соперника Тренируйтесь И результат будет В будущем Обязательно Да Впереди Очень длинный сезон Впереди Половина игроков Которые сегодня здесь играли Будут принимать участие В студенческой Футбольной лиге Первый матч Казанский федеральный университет Проведет Против команды КНИТУ 25 сентября В 12.00 Наш телеканал Скорее всего покажет эту игру В прямом эфире Информация будет чуть позже 25 сентября Также друзья У нас будет с вами Жеребьевка Кубка Казанского федерального университета Нового его розыгрыша Где Институт физики Уже будет защищать Этот титул Получится у них Это сделать или нет Посмотрим В новом Розыгрыше Этого турнира Так что Матчи Впереди будет очень много Сезон Для Казанского федерального университета Только-только Начинается Награждают сейчас Рената Мингалеева Как лучшего игрока В составе команды Физиков Из Басаров Все-таки лучше Алмаз из Басаров Да Хорошо провел Вот Я думаю Он разделит свою награду С удовольствием С Данилом Тукташевым Потому что они вдвоем сделали Игру в этом матче Честно Для меня Тукташев сегодня Как мне кажется Сделал на поле Чуточку больше Но все-таки Алмаз из Басаров Да Два мяча Дубль Два очень прекрасных гола Но Данил Тукташев Отдал себя Игре Наверное Чуть-чуть больше Если он отдаст Эту награду Ему Будет Чуть-чуть более Справедливо Я бы лично Так бы делать не стал Держит у себя И на поле Появляется Ариф Магединович Межведилов Главная ударная сила Казанского федерального университета Проректор по социальной воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Магединович Благодарит сейчас команду института физики За прекрасный футбол Я думаю он с бровки все это наблюдал И оценил Очень высоко Ну да Показывает большой палец Парни Браво Вы прекрасные футболисты Просто сегодня не повезло Итак Юридический факультет Институт физики У нас Становится владельцем серебряных медалей В этом мини-кубке В суперкубке Казанского федерального университета Ну а вот и победители Чемпионы суперкубка Чемпионы первого матча В этом сезоне В Казанском федеральном университете Юридический факультет Парни красавцы Парни сегодня создали Очень много моментов И очень много из них реализовали И здесь вот уже кубок подъехал Традиционный Большущий Тортик Который команда Потом обязательно съест Ариф Магдин сейчас Кубок держал Как Маленького симбу Демонстрируя всей долине Диплом Так же Все парни Я надеюсь он торты не будет Под ним Не урони Было бы красиво конечно Спасибо ребят Мы аплодируем Вместе со всеми Трибунами Обеим командам Наверное Да Аплодируем обеим командам И поздравляем Юридический факультет С таким прекрасным Началом Нового Игрового сезона В Казанском федеральном Университете Ты знаешь что такое Кафрю Но и меч Вот именно такой был плакат Сейчас в руках Футболистов Юрфака Но они его догадались Перевернуть Там написано Юрфак Чемпион Резонно заявленный Тезис Ну и общая фото на память Друзья На этом мы с вами Нашу трансляцию Завершаем Всем большое спасибо Кто смотрел ее И в интернете И на кабельных сетях Друзья Для вас ее комментировал Роман Полинсков И Александр Дегтярев Саша Большое спасибо Что приходишь к нам И помогаешь нам В этой прекрасной работе Да Пожалуй Люблю эту работу Можно эту фразу повторить Спасибо вам большое Это лучшая работа в мире Лучшая работа в мире Всем большое спасибо Друзья за внимание Юрфак еще раз Поздравляем с чемпионством С еще одним Заработанным трофеем Свою копилку Увидимся с вами В новом сезоне Друзья Который уже Стартовал С этого матча Игр будет у нас Очень много Большое всем спасибо Пока И до встречи